друзья все-таки дотянул своим ходом до барнаула машину загнал в алтай дизель центр машина доехала с двигателем надеюсь все в порядке ну как я расскажу предысторию у меня первых машина не запуск запускается очень плохо дымит плюс кстати он еще гонит солярку масло солярку масло перегоняется посмотрим уровень заодно а по диагностике почитал две форсунки умерла 4 5 не работают и мая тоже в уже вне допусков уже возможно тоже умерла и кстати стал двигать двигатель детонировать то есть я обратил внимание где там на полутора тысячах оборотов детонация двигателя появляется при последние там 300 на 400 километров сейчас пацаны будут разбирать смотреть там по возможности будет уже что-то снимать показывать но надеюсь что нормально прочь меня и форсунки смотрим полностью топливо топливную аппаратуру седьмая трешка за три а где он у тебя 4 5 пятерки давайте посмотрим ради интереса сколько масла нагнала за дорогу я менял масло в кушагаче примерно где-то 600 700 километров смотрите был верхний уровень до сейчас чуть-чуть выше верхнего примерно где-то на грамм 150 200 точнее это не масло это соля ручки сюда подогнала масло за дорогу 600 700 километров 150 200 грамм есть у меня одно подозрение почему это произошло сейчас я вам покажу смотрите снимаем дополнительный фильтр о точнее фильтр топливный что уже гоню перегрелся снимаем топливный фильтр так вот аккуратненько что мы там видим а мы там видим алюминиевую стружечку причем в большом количестве в очень большом количестве именно алюминиевую стружку посмотрите точнее тоже даже не стружка это пыль скорее всего это послужило причиной того что моя топливная сдулась ребята приступили уже к разбору на левую сторону сняли форсунки лежат сейчас будем тоже на стенд ставить диагностировать но не часто на завтра уже понять вообще какая что с ними какая чего но у меня было по диагностике 4 5 мертвая 7 плясала в неком сильно враг больших диапазонах по ну вот по верхней крышке вроде достаточно чисто вроде никаких отложений не видно так пока меня не было пока я там путешествовал на чумах пацаны сняли бак основной но он был весь конечно в грязи него хорошенько отмыли но я предполагаю потому что этом по мультам ползал тут конечно столько было говна то есть короче они его сняли сейчас будет открывать мыть внутри посмотрим что там но я тут даже как говорится и без и не надо смотреть я знаю что там куча куча стружки всякого говна сейчас будем это все вымывать смотрите по мультам ползал загнул трубу точнее даже сломал ее загнул и сломал в этом месте будет отогнуть плюс открутил ее вот в этом месте видать сорвал хомут вот видите просто крутится хомут этот вот из такого и страшного чё здесь еще но защиту загнул да вот защиту защиту я всю загнул но и три части я выправил а вот эту не стала прям выправлять на самом деле надо потому что она лежит на раздатке и ну такой немножко но вибрация появилась не вбрация гул появился от работы двигателя от работы раздатки в остальном вроде как все ровно вот здесь вот загнул тоже да ну как тащили все еще стоечки вроде целых это было откручено я закрутил стоечку пыльники тоже вроде все целые а но задний амортизатора тоже сильно побил посмотрите на крепление все тоже убил шайбы тоже надо по идее не снимать менять но и здесь то же самое вот такие вот приключения были на мульте жесть конечно хорошо мы там тусанули так вот без меня уже короче достали топливный насос насос тоже дэнса отмыли привели в порядок на самом деле очень маленький насос то есть я после камаза после там какой-нибудь двигателя при этом насос такой огромный а здесь все очень очень компактно сейчас будем разбирать олег разберет и приводить порядок на тот подкачки этот выработка как раз от стружки которая попадала здесь не должно быть выработка вчера вот здесь вообще домой потому что эта часть она не двигается а это это то отдельный фильтр напрямую здесь стоит а и он был в трубке ну и вот снимаешь перед тем как на что снимать приходится а ну там а ну да так там вот видно я пока она плавает наверно блестит блин вообще по идеалу должен был задержать ее или тона еще меньше микрон там бывает но это как бы оригинальный фильтр считается тойотовки передумать через центральную дырку он забирает он и через эти вот они я пускал что они мелкие там на дне вот это круг это прошерканной то есть это не стружка не он блестит она блестит да сейчас в стакане я думаю тоже много из должно быть на стружке тут конечно прям в пыли причем какая-то резинка вовсе валяется резинка какая-то справа ну тогда да это скорейший лицо какой-то пластмасс масса откуда-то тоже интересно откуда он вода да вода она везде но стружки прям дофига видно как блестит здесь потяги тоже должен быть однородный такой вот не но видно видно дороге да это тоже набился для возможно топлива кончалось запускали ну да нахватка швак крутил пока пока прокачивать когда когда долго происходит нормально так набил то есть учитывая пробег и и то что у него попало да это сани самый плохой вариант вообще они живучи главное что плунжерная пара остальное все меняется а вот это живые мы их оставляем да это их не будем менять еще 1300 пройдут тоже никто не скажет если кто-то будет говорить значит врут но смотрите вся сетка вся сетка забита пудри все вообще можно помыть не знаю она там ткань ткань идет это как раз перекачивающий насос со второго бака в основной я конечно отрезал основную сеточку который идет уже непосредственно в топливную систему потому что ну зимой она замерзает а вот здесь уже все пудры прям да я понял тоже поменять надо вторая сторона получается правая головка здесь тоже принципе чисто достаточно выработки нету особо и на на валу грязи нету желтой смолы от масла тоже нету в общем то достаточно неплохо все выглядит на мой взгляд что касается тнвд все почистили все помыли привели в порядок приготовили уже сменный ремкомплект здесь всякие резинки сальники сам насос корпус от этого насоса так плюс этот шайба не шайба какие прокладка металлическая но 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 нету в наличии такого штока шток на самом деле можно было и не менять да вот тут есть выработка как бы на такая незначительная но самое опасное то что здесь выработка есть вот на на этом ну на этой шайбе здесь внутрянка из какой-то цветного металла тонкого ну достаточно нежного и соответственно он очень быстро из-за того что здесь вот есть такая но такие небольшие бороздки да на набиты все это дело очень быстро выведите строить шайбу соответственно тоже нужно менять сразу и вот этот вал и ответную часть это идет все сборе заказали москве ждем когда придет к сожалению придет только в четверг поэтому немножко все затягивается флунжерные пары тоже все отмыли чистенькие они теперь аккуратные прям идеально и как новое практически ну и сам корпус насосом так то он выглядит насос кстати очень простая конструкция прям вообще ну прям реально до гениальности простая не стала рисковать не решил очень купить новый бак благо нашел барнауле один единственный бак на разборки бушный взял его за 7000 потому что мой ну чего тяжело отмыть сами понимаете да какая форма много всяких полости изгибов плюс нету сливных никаких отверстий поэтому промыть мой бак ну очень тяжело учитывая что вот эта алюминиевая пудра она садится на стенках и и оттуда выгонять сложно быть поэтому рискнул короче не стал рисковать купил новый бак точно такой же от крузака его помыли ребята привели в порядок он чистенький по крайней мере и стружки в нем точно нет туда было не было немножко грязь но он отмылся там сейчас внутри вообще все идеально насколько я вижу вот и помыли топливозаборник мой топливозаборник удалось отмыть собрали его уже правда у меня не дождался собрал и сейчас все это дело сюда устанавливаем и ставим новый бак ну и соответственно ваня тоже промыл все топливные трубки те магистрали обязательно промываем топливную трубку которая перекачивает из дополнительного бака в основной нужно в ней тоже было всякого говна много так а вот то что вчера видите на то что слили вчера точнее это остатки после промывки топливных трубок смотрите какая чача просто жесть какой-то то есть там и стружка плавает и пыльца вот это ли алюминиевая и просто грязь и сейчас ваня тоже промывает еще остатки а это не съемная может быть есть только месяц трубка на меняется но наверно трубку можно разборки сказать скорее сюда под купить какой-нибудь и попробуйте найти да вот она сетка с насоса короче мы отсюда снимаем не буду его пока ставить вообще в идеале эту сетку лучше поменять потому что мне кажется все равно и 100 процентов промыть на тяжело я немножко опоздал олег уже оперативно поставил новые портунки уже даже обратку прокинул то есть их осталось протянуть с этой стороны и с этой стороны тоже все уже установлено поэтому я к сожалению не успел снять форсунки пока они были в упаковке новые но в общем-то это новые форсунки чтобы понимали коробочка сколько здесь по одной штуке короче вот они denzo common rail кстати если вы не знал не знали то тойота стоит именно эти коровы форсунки denzo есть еще точно такие форсунки в упаковке toyota они стоят я думаю половину дороже вот но самый бюджетный вариант это именно denzo те же самые форсунки просто своих упаковках кстати вот в этих упаковках были форсунки вот видите серийный номер и упаковка toyota вская toyota lexus japan motors corporation но они были вот коробочек denzo чтобы понимали так сразу меняем тоже весь ремкомплект вот эти вот резиновые втулки колодца и плюс вот эти вот резин резиновые шайбы на саму крышку распредвала тоже все это дело меняется старые они уже к они уже такие прям все умерли меняем сразу топливные рейки тоже очистили ультразвуком чистенькие менять их не обязательно на них принципе никакой выработки не бывает не просто гоняет топлива туда-сюда но создают высокое давление помогает еще не создавать почистили их же ставим на место топливные фильтры тоже почистили разобрали привели в порядок пока я хожу тут олег уже даже крышку поставил ребята быстро специалист по съему форсунок самый геморрой топливный насос это прям я прям представляю как раз заставить вытаскивать вот так вот выглядит моя новая форсунка но это форсунка не моя мои уже поставили это просто ребята из другого заказа достали я попросил вот она новенькая форсуночка кстати вот сказали мне что может обратку давить но на мои форсунка хоть под этого места сейчас свои старые достану покажу вам так вот она бен за наконец-то пришел новый вал который мы ждали он шел дольше всех вот его номер оригинальный тойотовский но это тоже конечно dance а вот сам вал упаковки новый красивый раз разобрали здесь так сказать переднюю часть движка дату сразу решил поменять ремни приводные оба маленький малый ремень верхний и основной такой большой нижний вот его номера тоже запишите себе выяснять откуда же появилась эта алюминиевая стружка я сдавал топливо на анализ здесь в лаборатории барнаули анализ пришел вот я здесь прям сейчас ставлю на экран фотографию результатов топлива нормально главный показатель сернистость или серность в норме даже лучше нормы и в остальном по остальным показателям тоже топлива тоже очень хорошего качества поэтому причина не в топливе точно сразу говорю и продолжая выяснять в чем же могла быть причина вспоминаю стружка была алюминиевая да можно допустим подумать на ну например на корпус до самого тнвд он вроде как тут ну какой-то цветной металл до дюралей но не алюминий дюраль ну и собственно говоря такие трущиеся элементы но вспоминаю на то количество стружки которое было вы видели да что стружки было реально очень много то есть если бы эта стружка была вот с этого тнвд да то здесь бы вообще половина тнвд бы сточила стружки реально было много то есть и ст нвд из деталей столько стружки не могло нагнать но только в том случае если бы все детали сточились но тогда бы пришлось их все менять полностью пришлось бы менять и корпус и вот этот нагнетатель да вот этот ролик большой но вы видите то есть мы это все оставляем потому что это все без выработки то здесь нет вообще выработки никакой от слова совсем то есть на самом тнвд тоже да он тоже очень в хорошем состоянии именно корпус тнвд здесь нет нигде выработки здесь все практически вот как сновья заводское поэтому поэтому все это остается корпус мы оставляем вот этот бублик оставляем плунжерные пары тоже оставляем они тоже нормальный то есть на них тоже нет выработки ну единственно меняем сам насос вот такая небольшая здесь выработка напоминаю вот этот подносилась и меняем шток ну и соответственно вот эту шайбу главное большую но здесь тоже как вы видите нету такого количества выработки то есть да есть чуть-чуть полосы чуть-чуть подносилась но нет такое не столько сколько это было в топливном фильтре и в баке и топливопроводе я показывал уже что там очень много алюминиевой стружки вот смотрите вот эта вот жидкость это жидкость вымото из топливных трубок я пока ее не выливаю кстати да надо ребят попросить чтоб не выливали там на дне стружечка и грязь друзья приветствую произошло небольшое важное для меня событие к нему вы меня подталкивали достаточно давно и буквально на медне мы с моим партнером товарищем серегой мы открыли совместный автосервис называется он simon motors находимся мы в москве юго-запад район воскресенска будем заниматься внедорожной подготовкой подготовкой автомобилей для путешествий для экспедиции для северных маршрутов для северных регионов поэтому если у вас есть внедорожник если вы планируете его подготовку если вам нужен какой-то ремонт этого внедорожника то приглашаю в гости к нам в автосервис simon motors приезжайте мы сделаем все лучшем виде вы знаете какой мне огромный опыт тюнинга доработок и путешествий поэтому ваш тюнинг который мы сделаем будет максимально эффективным и правильно сегодня уже пятница и с утра пока я чарился в гостинице олег уже все собрал он собрал к нвд и уже даже воткнул его сюда что очень быстро мой взгляд целый день вообще там очень удобно подлазить олег просто так приловчился что прям время в общем я полдвенадцатую приехал к нвд уже стоял и одно из тоже важных дел который сейчас хотим сделать про по замерить компрессию цилиндров с правой стороны ну относительно водителя до с правой стороны сняли свечи накала все свечи сухие все свечи в нормальном состоянии без без каких-то сильных там следов гарри то есть порядке нормы а с на 1 мокрая до дальнего 8 а какие как не по порядку шли то есть и 7 чуть-чуть влажная 8 мокрая как они лежали да это 8 мокрая она в масле прошлый раз я мерил компрессию она была тоже влажным там была солярка здесь прям масло по рукам чувствуется что очень жирно все это не солярка возможно до копачки маслосъемные возможно она сохраняя здесь запись да 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 вот он как прикольно такой интересный компрессометр он сразу типа остылограф и пишет на бумажку рисует это получается четвертый цилиндр до 28 это как раз четвертом мертвая форсунка была в смысле по по датчику она не работала и вот чек я там была тоже мертвая форсунка уже на этой стороне да здесь надо посмотреть смотрю просто шик на нем ничего нет да да вот этот переходник для компрессометра очень удобно сделан по ну так сказать по размеру топлива свечи накала потому что обычно продаются то что магазинах продается они не очень удобно они как правило коротенькие и туда не залезть и прошлый раз и когда мерил я получается в пятом цилиндре не смог померить компрессию как раз за того что вот этот переходник был неправильный 5 тоже была мертвая форсунка не работала то есть сразу три 4 4 мертвая форсунка компрессия 28 вообще в отлично практически как новый здесь на новом кстати движке компрессия 2830 даже не бывать когда 2829 вот и 5 здесь тоже компрессия только на 26 до 2 уровень 25 это тоже в принципе достаточно такая хорошая компрессия для для двигателя с этим пробегом 21 6 до 21 но пограничная сейчас соседи надо померить и я скажу что как это значит на седьмом тоже форсунка плохо работала скакала там коррекция очень большая была там до 3 до 4 вот ну и соответственно седьмой вместе шестым показывают соседние значения одинаковые то есть это тоже ну в принципе нормально да ну не скажу что нормально но это не так критично то есть когда нет большого разбега и сейчас вот остался последний 8 по нему посмотрим так ну померили компрессию смотрите итоги так что видно было да давайте по порядку 1 24 2 26 3 24 4 28 5 20 где-то 25 наверное 6 21 7 ну 20 8 24 в принципе для автомобиля с пробегом 330 тысяч сложных условий это не трассовые пробеги в условии реально сложный это достаточно такой неплохой показатель самое главное самое опасное да когда в соседних цилиндрах ну допустим один справа слева у них разбег больше пяти бар к 1 я говорил про это если разбег но это точнее даже как бы не мои слова это по мануалу тойоты сразу масло потому что в масле по-любому есть солярка я крайне раз масло мелко шагачи сейчас я барнауле это примерно сколько это 700 километров плюсов чемал заезжал ну где-то там 750 соответственно за 750 масло и попортилось сейчас мы его сольем меняем фильтр сразу струкнуть да сейчас брызги залив свежее масло прям отчаянный мой фильтр оригинальный до масляный сейчас пришел его но вообще визуально здесь не видно никакой стружки визуально данном по крайней мере крупной фракции сейчас керосин мы загрузим он немножко полежит отмокнет и еще раз посмотрим потому что возможно если да какая-то мелкая мелкая пыль например вот такая как было в топливной то ее и так не видишь но в керосине или вот бензине она должна проявиться для того чтобы обезопасить свою топливную систему новую решили поставить вот такой фильтр топливный дополнительный фильтр bosch так он выглядит ставится он на какие-то легковые машины на фольксвагена уточню ребят в общем номер вот такой достаточно ну опять же со слов ребят у дизелистов говорят неплохой фильтр мы его ставим перед основным чтобы он выступил одну в некотором роде там вы вроде фильтра грубой очистки о поезде маленько я потом его поменяю я на самом деле заказал еще другой фильтр фильтр тонкой очистки двухмикронной с украины там ребята делают тоже дизелисты ставят на крузаки он когда придет я его поменяю этот сниму бошевский и поставлю тот новый на обязательно тоже на кстати на в конце видео тоже ставлю покажу вам новый фильтр тишки собрали уже здесь мотор осталось поставить воздухан кулек интеркулер и топливный фильтр наконец-то тут сюда хорошо отмыли все патрубки все так чистенько здесь будем собирать осталось маленько есть надежда что скоро поеду финальная прокачка системы там непосредственно на самом впрыске ослабили топливную трубку чтобы прокачать именно всю систему потому что если допустим меняешь фильтр да то есть солярка уходит только здесь самой колбе а здесь же получается меняли систему то есть там две рампы пустые все трубки пустые форсунки это нвд пустой поэтому сейчас но первый перед первым запуском прокачка системы вообще обязательно чтобы насос не крутил на холостую а то как раз в такие моменты и стружка ты появляется ну первый запуск поехали завелась все работает давление масло в норме даже лучше нормы черная процедура прописать форсунки в б.у.у. ну так же работал до этого вообще вообще ничего не изменилось но имя дуду до до всей этой истории а вот таки фильтр вот сюда его поставил видите да последние штрихи ты все же про и внес до коды не успел записать вышли постепенно падать плюс все равно даже код введен он же сейчас все равно будет подарок по цилиндрам позади ручка надо быть да форсунку он понимает как как цилиндру как и подвести уже нормально так закоптил так ну вот в масляный фильтр моем его немножко отмочили в керосине на предмет стружки но вроде ничего не видно в нем да я думал еще в жидкость но тоже по судя по керосину посвятить просто на керосин ну нет ничего не блестит же все вот кстати вот фильтра и вот прям так положил сейчас поеду посмотрю понаблюдаю за поведением машины окажись спасибо пацанам из алтай дизель-центра выпустили меня домой теперь домой так установка и новых форсунок расход значительно еще сократился он и так у меня был небольшой после прошивки грамотно сейчас еще меньше стало смотреть я на одном баке проехал вот ведь я поставил специально сбросил тахометр 700 километров проехал на одном баке причем еще осталось я думаю еще километров 50 точно можно проехать а может быть даже и 100 вот такие вот показатели это новые форсунки плюс хорошая грамотная прошивка блок управления и коробки передач еще я сейчас пока еду в дороге дает до челябинский запишу небольшой итоговый отзыв да то есть по итогу вообще как изменилась машина что стало с поведением с новыми форсунками так ну смотрите проехала 2000 километров после замены масло во первых чистое прозрачное во вторых уровень не прибавился вот посмотрю то есть был верхний уровень сейчас ну чуть-чуть где-то там может грамм 100 подъела но это в пределах нормы я решил открыть топливный фильтр посмотреть что же у нас там внутри теперь после выполнения всех работ так ну смотрим ну фильтр чистенький белый в солярке ну тоже вроде все чисто вот внизу кажется вот эти вот на фильтре на колбе фильтра темные полосы на самом деле это начала как это откалываться эмаль да вот это покрытие специальное которым покрыт внутренняя часть фильтра я думаю кожу поменяю но на самом деле там ничего страшного нет главное нету стружки главное нету грязи воды то есть все прям реально чистенько ты что мне особенно нравится пробег 2000 километров я в челябинске с фильтром все в порядке это говорит о том что ну во первых хорошо помыли топливную систему во вторых дополнительный фильтр вот он стоит здесь да вот этот бошевский пусть он выполняет свою функцию он часть грязи берет на себя масло еще раз контрольный замер доехал до москвы и сейчас проверим уровень масла и его состояние так ну смотрите во первых масло относительно чистое для четырех с половиной тысяч ну по сравнению с тем что было раньше расход примерно но грамм наверно грамм 150 где-то может быть 200 от верхнего уровня ну что был верхний уровень когда я выезжал после замены сейчас вот видите чуть чуть пониже ну и состояние самое главное масло светло свои старые форсунки я сейчас привез москву и буду их отправлять в минск у меня там друзья бош-центр и к ним отправлю их на диагностику во-первых да и во-вторых на ремонт я хочу их отремонтировать ну во-первых продиагностировать понять да какие работают какие не работают и что с ними во вторых отремонтировать ну и скорее всего продать может быть как бы уж на либо оставить себе там про запас на видно у них что сопла все грязные черные причем у всех на самом деле вот видно все не все не забиты все прям такие плохом состоянии распылители даже не видно что с ними так выглядит мой топливный фильтр после 5000 пробега после ремонта капитального ремонта топливной системы стружки я в нем не обнаружил никакой но я тем не менее разобрал его хорошенько промыл колбу ну и фильтр сейчас на скорее всего я заменю на самом деле думаю менять не менять так он еще хороший ну может быть говорится на всякий случай и у меня все еще стоит вот этот основной бошевский а пока его не снимаю общем пока езжу на нем чуть позже я его поменяю на другой я на самом деле заказал другой уже дополнительный фильтр я поставлю его сейчас на раскрыть еще в одну поездку на этом съезжу и потом поменяю какие же возникают симптомы 200 курсака при наступлении смерти топливной системы либо форсунок ну первое появляется очень черный дым в принципе 200 крузак дизельном он и так дымит но как только форсунки перестали работать должным образом дым пошел просто дичайший увеличился расход топлива но незначительно не так что там не в два раза но может быть там процентов на 10 там на 15 вот по моим ощущениям не так показалось дальше выскочила ошибка r1238 это ошибка как раз по топливной системе она у меня отобразилась на мультитронике точнее загорелся чек я прочитал и у меня бортовой компьютер мультитроник вот здесь показал эту ошибку сейчас ее нет уже идем дальше вскрываем топливный фильтр фильтр у меня была в топливном стружка ну и сам фильтр был достаточно грязный то есть это прям уже все это практически стопроцентный показатель что форсунком либо уже хана либо вот-вот хана следующим этапом подключаем диагностику смотрим коррекцию если форсунка работает неправильно некорректно и требует ремонта но она еще кстати может работать но требует ремонта то показатели коррекции уходят в значение 5 то есть либо плюс 5 либо минус 5 это такие пограничные значения если по диагностике вы прочитали и показатель 5 то это как бы все форсунка фактически не работает ее нужно разбирать ремонтировать все показатели там до 5 там три три с половиной там два полтора то есть это в принципе рабочая коррекция да это значит что форсунка работает ну плохо или хорошо это уже не важно но форсунка каким-то образом работает и принципе свою функцию выполняет до чем ближе значение там к нулю к единичке тем лучше конечно но даже новые форсунки не дают таких идеальных показателей там 0 то есть даже завода на новых автомобилей таких показателей не бывает поэтому прочитали диагностикой да ну диагностическим устройством ланчем каким-то показатели по коррекции смотрим но и выявляем какие форсунки уже сто процентов требуют к себе внимания следующий очень важный момент если форсунка не работает она скорее всего будет переливать топливо в двигатель но переливать она может либо через распылитель да я имею ввиду через раз сам распылитель форсунки переливать в цилиндр в горшок под поршень но много она там не нальет потому что если будет сильно переливать то сразу же будет гидроудар потому что давление в цилиндрах очень большое камеро емкость ограничена и при появлении дополнительного топлива в этой камере сгорать и она не будет соответственно курса нет не дожмется до конца произойдет гидроударend гитара хан от также форсунка может переливать через уплотнительное кольцо там гено скручивается за собирается в этом месте в ремонтном там стоит уплот tem only 1 кольцо резинка и оно тоже то может приливать и как раз вот здесь вот она может переливать очень сильно у меня по моему вот по моему опыту перелив где-то грамм, наверное, 500-600 был в масло, причем если форсунки переливают через, ну, именно через это уплотнительное кольцо, то это топливо, солярка попадает сразу через головку, попадает в картер, напрямую в масло, и как раз здесь, да, здесь может налить там и 500 грамм, и литр может налить, это вообще как нефиг делать. Здесь нужно внимательно следить за давлением масла в двигателе, потому что давление сразу начнет падать, потому что масло разбавилось соляркой, соответственно смазывающие свойства это масло потеряло, оно хуже смазывает двигатель, и двигатель начинает уже работать на повышенный износ. Сразу падает давление, здесь благо есть стрелочка, вот очень хорошая, да, то есть не на как-то многих современных машинах, то есть там просто загорается лампочка, когда уже все, капец, здесь есть стрелка, да, здесь можно мониторить давление масла в системе. Соответственно, давление падает, это все, то есть это вот хороший, прям такой яркий показатель, что в масло попала солярка. Вот у меня на примере моего двигателя из восьми горшков не работало фактически два точные, третий тоже были такие сильные показатели скачущей коррекции. Скорее всего, тоже там работало неправильно, либо наполовину, и вот фактически у меня двигатель не работал там на 20-30 процентов, но тем не менее на холостых двигатель работал идеально. То есть на холостых ты вообще не отличишь, что с двигателем что-то не так. Он работает так, как он должен работать, без посторонних шумов, без вибраций, без там каких-то дополнительных колебаний. Но при движении, то есть когда машина под нагрузкой, когда едешь на определенных режимах, там на определенных оборотах, у меня например в диапазоне там от 1000 до полутора тысяч оборотов двигатель начинал детонировать. Причем детонировал двигатель, детонировала вся машина. То есть появилась такая вибрация неприятная, от которой единственным способом можно было избавиться, сбросить газ и чтобы машина, ну чтобы обороты упали, либо наоборот их поднять газом, чтобы они подняли, поднялись. Вот. Это тоже показатель, что идет детонация повышенная, да, то есть разнос двигателя, и ты это все чувствуешь. Причем я когда ехал, я сначала думал, что это у меня колеса разбалансированные, да, после мультов, потому что там, ну, плохая дорога, побили диски, вот. Но по факту сейчас вот когда двигатель починили, да, сейчас идеально. Я еду сейчас 110 километров, полторы тысячи оборотов. Вообще идеально, машина не шелохнется. Ну, пожалуй, наверное, я перечислил все такие самые явные симптомы, которые сигнализируют о том, что топливной системе кирдык, что не работают форсунки, там, может быть, насос не работает, да, и что нужно срочно-срочно это все дело вскрывать, смотреть, ремонтировать. То есть если у вас есть хоть один, там, симптом из перечисленных мною, то уже это такой хороший повод задуматься, да, и, так сказать, быть готовым, по крайней мере, можно начать уже покупать форсунки, ремкомплекты и готовиться к ремонту.